Его история началась еще в 60-х годах на улицах Нью-Йорка. Тогда это были баттлы на бумажных картонках. И вот спустя 60 лет революции брэк-данс признали олимпийским видом спорта и включили в программу Олимпиады 2024 года в Париже. На самом деле она отчасти сырая система попадания, но и более-менее открытая. Выигрывай турниры официальные, спортивные. Пожалуйста, тебя приметят, пригласят на сборы отдельные и дальше в сборную. Это не проблема. Выигрывай. В Барнауле в направлении брэк-данс сейчас занимается более 150 спортсменов. Каждый день по полтора часа молодые люди собираются в зале и занимаются любимым делом. Танец в первую очередь, самовыражение. Дело для души и только для себя. Брэк-дансом я уже занимаюсь на протяжении 5 лет. Пришел я, собственно, на это направление непосредственно благодаря брату, в первую очередь. Ну и, во-вторых, мне, в принципе, нравится это направление. Я действительно получаю кайф, положительные эмоции. На самом деле это очень классно, что брэк вошел в олимпийскую систему. Теперь более, как сказать, более обширные массы людей могут наблюдать за тем, что происходит в этой, как сказать, сфере танцев. Ну, теперь, скажем, назовем его спортом. Это очень интересно. Примерный принцип отбора в главную команду страны понятен. Побеждай, и у тебя появится возможность закрутиться в Париже. Как заявили в Минспорте России, в ближайшее время будет решаться вопрос о назначении главного тренера. А всем спортсменам сейчас самое главное продолжать усердно тренироваться и настраиваться на победу. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.